Доброе утро! Время новостей! С вами Анна Москаленко и начну выпуск. По итогам года санатории Алтайского края вошли в список самых популярных в России. Специалисты составили топ-20 регионов, курорты которых пользовались у россиян наибольшим спросом. По данным аналитиков, санатории Алтайского края самые популярные в Сибири и входят в топ-5 по стране. Статистика продаж путевок в санатории России показывает, алтайские курорты оказались в 2021 году востребованы на уровне черноморских. В топ-20 Алтайский край стоит сразу после лидеров Краснодарского края, Крыма и Ставрополья. А в Сибирском федеральном округе занимает первую строчку. Новый региональный оператор по обращению с ТКО приступил к работе в Аллейской зоне. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства края подписало соглашение с компанией Линнет. Организация выполняет те же функции и в Каменской зоне. Напомню, раньше регоператором по обращению с ТКО в Аллейской зоне была компания «Экостар». Причиной расторжения договора с ней стали обращения глав муниципалитетов, жалобы юридических лиц и местных жителей на плохую работу с мусорными отходами. В уходящем году в столице Алтайского края ввели рекордный объем жилья – 637 тысяч квадратных метров. Темпы прироста – 116% к аналогичному периоду 2020 года. Как подчеркнули в пресс-центре администрации Барнаула, это рекордный годовой объем введенного в эксплуатацию жилья за всю историю развития жилищного строительства в городе. Согласно графику, в Барнауле до конца года в эксплуатацию введут еще 6 многоквартирных домов общей площадью 53 тысячи квадратных метров. Отпустить собаку с поводка, не опасаясь за нее и окружающих, стало возможно в Барнауле. В парке Изумрудный появилась первая в городе специальная площадка для выгула. Как собаководы оценивают новый объект, узнала наша съемочная группа. Между собаководами и остальными посетителями парков всегда возникают трения. Первым нужно где-то выгуливать своих питомцев, вторые опасаются за свою безопасность, особенно если гуляют с детьми. Да и вопрос чистоты никто не отменял. Когда в парке Изумрудный началась реконструкция, проектировщики сразу нашли место для выгула собак, которое исторически использовалось для этого местными жителями. Теперь появились ограждения, которые позволяют спускать собак с поводка. А животным, живущим в городских квартирах, этого не хватает. Мы очень долго ждали появления этой площадки. Площадка замечательная, она позволяет собакам социализироваться, общаться людям, собачникам. Ну и собаки в свободном полете, плюс специальный тренаж для собачек. Очень-очень приятно. Раньше такого места не было, было очень плохо, потому как отпустить собаку с поводка было практически невозможно, потому как были обоснованные претензии жителей и людей, которые посещают парк в нашу сторону. Особой популярностью площадка пользуется ранним утром и вечером, когда люди отправляются на прогулку до и после работы. В выходные дни в парк съезжаются собаководы со всего города. При этом при проектировании и уже строительстве этой площадки мы постоянно консультировались как с кинологами профессиональными, так и с простыми собаководами, которые здесь постоянно пользуются этой территорией. И в результате вот получился такой объект. Мы его поделили на две части, чтобы можно было выгуливать собак разного роста, разного размера, ну и соответственно, чтобы не было конфликта. Пока это первая подобная площадка для собак, доступная всем желающим. Собаководы надеются, что такие объекты появятся и в других районах города. Юлия Шеламова, Сергей Балуев, Новости. Краевое предприятие «Алтай Природа» стало одним из победителей конкурса грантов губернатора в сфере туризма. На полученные средства оборудовали места отдыха возле зимнего лебединого заказника. Возле озера Светлое установили две беседки и три лавочки. Теперь посетители смогут не только любоваться на лебедей со смотровых площадок, но и отдохнуть на природе, пообедать под открытым небом. Беседки, лавочки и информационные щиты вскоре появятся и на территории заказника Ченитинский и природного парка Предгорье Алтая. На этом у меня все. До встречи в эфирах. Субтитры создавал DimaTorzok